Всем привет! Сегодня я вам расскажу про радиосистему, то есть беспроводную систему для записи голоса при съемке видео от Kimofan. Модель имеет какое-то замысловатое название и стоит в районе 6300-4500 рублей, то есть 6500 рублей на данный момент по текущему курсу. Ссылочку найдете в описании под роликом, а пока могу сказать, что в принципе моя комплектация включает один передатчик, один приемник, но в чехольчике есть еще одно место для того, чтобы установить еще один передатчик. Хотя почему-то на Алиэкспрессе именно версию с просто отдельный передатчик для того, чтобы докупить его к комплекту я не нашел, но можно знать на будущее, что если хотите, можно прям докупить один передатчик и он будет также умещаться в этот классный жесткий кейс, который в комплекте. Что касается остальной комплектации, то она включает целую пачку проводов. Ну вот, например, провод для подключения к айфону или же к любому смартфону, потому что в смартфонах используется 4-пиновый разъем, а в данном случае микрофон, естественно, идет 3-пиновый. Есть провод для подключения к камере или же, например, к рекордеру, 3-пина с одной стороны, 3-пина с другой стороны, опять же, все понятно. Также у нас есть кабель для зарядки и приемника, и передатчика. Он у нас вставляется в один USB-порт, а на выходе, на конце имеется два хвостовика USB Type-C. Удобный кабель. Также в комплекте идет насадочка для защиты от ветра на микрофон, мохнатик или как его там называют. Некоторые там всякие пенки стоят, а вот в комплекте, пожалуйста, уже идет мохнатик, который цепляется прямо на передатчик. И последним у нас идет маленький компактненький проводной микрофон. Это если вы захотите себе все-таки прицепить петличку, если вы привыкли использовать петличку. Петличка вот такая вот малюсенькая, прям очень компактненькая, вот такая малюсенькая классная. Вот эта вот, кстати, пенная насадка, вот этот малюсенький поп-фильтр, он очень легко снимается, и я его даже один раз чуть ли не потерял, когда тестировал, поэтому будьте с ним аккуратны. Ну а теперь посмотрим на передатчик и приемник. Начнем, конечно же, с передатчика. Это, на первый взгляд, такая маленькая пластиковая коробочка пластмассовая. Сверху у нас расположен встроенный микрофон. Вход для подключения внешнего микрофона при петличке, который идет в комплекте. Сбоку у нас кнопка включения, кнопка регулировка громкости, и есть вот такая вот классная пощепка, чтобы можно было прицепить, ну, например, на одежду, там, или же на воротник. И вроде бы, казалось бы, здесь должен быть дисплей, но дисплея здесь нет. Это просто заглушка, просто чисто для симметрии, для красоты. Включается долгим нажатием, и есть у нас 20 светодиодов индикатора работы и оставшегося заряда. И, в принципе, собственно говоря, все, что вам нужно сделать, это включить передатчик, и больше делать ничего не надо, ничего настраивать, там, полосы, там, частоты и так далее. Просто включили, и можно пользоваться. Приемник по размерам чуть больше, и у него здесь уже стоит не заглушка, а полноценный дисплей, на котором отображается вся интересная информация. Ну, например, громкость выхода и наушников заряд и уровень сигнала, который приемник получает. Есть также два индикатора работы, есть два выхода, на этот раз обычные для подключения, например, камеры к телефону или же там к рекордеру, и выход на наушники для того, чтобы осуществлять мониторинг звука. Также есть прищепочка, и все точно так же, кнопочка питания и клавиши регулировки громкости. Вместе система выглядит очень компактно, и можно обе нацепить куда вам удобно. Например, передатчик прицепить на воротник, приемник прицепить, ну, например, так же там себе на карман, там, или куда, не знаю. Либо же зацепить где-то рядом с камерой, например, если вы подключаете микрофон к камере, или, например, там, к смартфону. То есть, в любом случае, проблем с тем, куда что это разместить, у вас вообще не возникнет. Ну, и теперь самое интересное, как же это работает, какое же качество это выдает. Для начала хочу сказать, что я для записи голоса использую рекордер Toscom DR-05, я подключаю к нему BOYE BY-M1, популярная петличка, которая стоит, в принципе, недорого. И я лично проблемы вот с, скажем так, с расстоянием не испытываю, потому что у меня может лежать в кармане, может лежать там где-то внизу, звук записывается к камере, мне приподключать надо. Даже если бы она стояла у меня за 10-15 метров от меня, мне бы это вообще никаким образом не сказывалось на записи голоса, потому что я использую рекордер. И для того, чтобы сравнить качество работы, давайте прям я, не прерывая запись, естественно, не буду использовать каких-то лучшайзеров звука и так далее, я выдаю вам чистый звук, который записывает рекордер. И сейчас вместо петлички подключим беспроводную систему. Вот так это выглядит. И сейчас запись осуществляется на встроенный микрофон в передатчик. Как я понимаю, громкость записи получается очень хорошей, можно даже чуть-чуть отдалить. Давайте скажу, что нестандартное. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зачек погулять, принесли его домой, оказался он живой. Вот так вот нас записывает микрофон, который встроен непосредственно в передатчик. И теперь давайте для красоты, для честности эксперимента, я подключу в него свою бою БИВА-М1. То есть передатчик у нас станет промежуточным звеном между рекордером и микрофоном. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зачек погулять, принесли его домой, оказался он живой. То есть, по идее, сейчас у нас приемник и передатчик выступили промежуточным звеном, который обеспечивает радиоканал между микрофоном-петличкой и рекордером. И по идее, звук должен быть абсолютно такой же, как если бы я использовал рекордер с микрофоном при подключении напрямую друг к другу. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зачек погулять, принесли его домой, оказался он живой. Передача звука осуществляется на частоте 2,4 ГГц. И сразу скажу, что это частоты смежные с Wi-Fi, и Bluetooth, и даже там микроволновка еще может мешать. Я могу сказать, что если же рядом, в непосредственной близости, прямо к приемнику и передатчику нет, например, там работающих телефонов или там роутера, то в принципе проблем с передачей звука быть не должно. Но если вы положите рядом, например, с приемником телефон и начнете там по нему активно пиликать, разговаривать, передавать данные, то вполне возможно будут какие-то помехи. Я такие помехи ловил, когда делал тестовые записи. И для полноты картины давайте еще подключим комплектный микрофончик. Так, раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, принесли его домой, оказался он живой. Это петличка от Кимофан. Давайте я прицеплю ее приблизительно на том же месте, что у меня прицеплена моя боя. Ну, примерно то же самое, да, примерно на том же месте она находится. Давайте сейчас сравним бою с петличкой Кимофана. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, принесли его домой, оказался он живой. И продолжаю рассказывать про эту радиосистему. Я тестировал ее в пределах своей квартиры, не очень большая, конечно, квартира, Но, тем не менее, могу сказать, что железобетонные стены вообще никак не влияют на передачу сигнала. Производитель обещает нам 50 метров радиус действия. Но это, естественно, при условии, что у нас не будет никаких препятствий. То есть, это на открытом пространстве. В помещении, я так думаю, даже 3-4, может быть, даже 5 там стен выдержит. Ну, конечно, при условии, что у вас там не больше, грубо говоря, там, не знаю, там 7-10 метров, например, между вами и приемником. Теперь давайте послушаем мои тестовые записи, для того, чтобы еще как-то оценить зрительно вот эти вот красивые графики звука. Как, собственно говоря, эта система звучит. Вот так у нас звучит кемофан, сам встроенный микрофон. Раз, два, три, четыре, пять, ушел зайчик погулять, принесли его домой, оказался он живой. Видно даже, что пик срабатывает. А сейчас давай подключим комплектную петличку. И вот так у нас звучит комплектная петличка. Раз, два, три, четыре, пять, ушел зайчик погулять, принесли его домой, оказался он живой. А теперь давайте для интереса я начну далеко уходить. Вот я иду по комнате Вышел из комнаты Уже вышел из комнаты, между мной полторы Уже теперь две стены Сейчас я нахожусь через одно помещение Раз, два, три, четыре, пять Ушел зайчик погулять, принесли его домой Оказался он живой Раз, два, три, четыре, пять, начинаю возвращаться Вот уже полторы стены Я уже зашел в помещение, в котором Находится рекордер Раз, два, три, четыре, пять, ушел зайчик погулять Принесли его домой, оказался он живой А теперь еще раз Я вынул микрофон и говорю непосредственно сам передатчик Раз, два, три, четыре, пять Вошел задчик погулять, принесли его домой Оказался он живой Ну и последнее, что я должен вам рассказать Это время автономной работы От встроенного аккумулятора система работает около пяти часов По крайней мере так заявляет производитель А заряжается она буквально за полтора часа Учитывая, что здесь используется популярный Type-C порт В комплекте идет кабель-разветвитель Вам в принципе достаточно будет даже, например, пауэрбанка с одним USB-выходом Вы сможете быстро, буквально за полтора часа зарядить систему И я в принципе согласен, что пять часов это не так-то много Потому что вот, например, мой рекордер DR-05 работает Вообще, я не знаю сколько, он просто неимоверно Там, по-моему, десятка, два или три часов работает Он на одном заряде, там ставятся две пальчиковые батарейки Я вообще забываю, когда я их меняю Я их меняю там раз в полгода, не знаю То пять часов работы, это вроде как бы не очень много Но с другой стороны, на один, скажем так, съемочный день В принципе, должно хватить Даже если вы снимаете больше пяти часов Ну, не вижу никакой проблемы вовремя подцепить шнурочек Type-C И зарядить оба устройства Я снова перешел на свою бою Давайте я еще раз скажу пару тестовых фраз И мы вынем радиосистему Перестанем ее использовать как звено между микрофоном и рекордером Раз, два, три, четыре, пять Вышел зачик погулять Принесли его домой Оказался он живой Съешь еще этих мягких французских булок А теперь микрофон включен напрямую Раз, два, три, четыре, пять Вышел зачик погулять Принесли его домой Оказался он живой Съешь еще этих мягких французских булок Итак, что я могу сказать? Ну, на мой личный взгляд Комплект получился очень-очень неплохим Во-первых, он компактный Со встроенным аккумулятором Не надо там бегать искать батарейки Можно зарядить от любого USB порта Пять часов работы, на мой взгляд, вполне неплохо Хотя, конечно же, если у вас прям какая-то Дикая там студия И вы записываете по там десять часов подряд То, конечно же, придется Подключать к пауэрбанку Но, в целом, на мой личный взгляд Очень-очень-очень интересно Тем более, за 6 тысяч рублей Это, на самом деле, вообще недорого Для радиосистемы В принципе, вот если бы я записывал, например, на камеру Я бы себе однозначно такое купил Потому что, вот, как бы, мучиться Тянуть провод до камеры Смысла мало А вот такую штуку можно даже, в принципе И без подключения петлички Просто прицепить на себя И пользоваться уже как полноценным микрофоном Качество записи вы оценили сами Напишите свое мнение в комментариях Ну, а у меня-то, наверное, пожалуй, все Больше мне вам рассказать нечего Свое мнение пишите в комментариях Не забывайте оценить лайком и дизлайком это видео Не забывайте подписываться на канал Подписываться на мой канал в Телеграме Жмакайте на колокольчик Если хотите одними из первых узнать о выходе нового видео Ну, а меня по-прежнему зовут Максим Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok